Привет, друзья! Сегодня мы с вами находимся на стадионе Раньше называлось трудовые резервы, сейчас олимпийского резерва Сегодня у нас будет игра двух чемпионских составов Состав 83-го года против состава 88-го года Делайте ставки, кто выиграет, шутка Я нахожусь сейчас в раздевалке, ребята готовятся к поединку Не надо Не надо Вопрос на засыпку, кто выиграет? Победит дружба, я так думаю, да? Как всегда Здравствуйте Ясно 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 Встречаются две команды Чемпионы СССР 83-го года и чемпионы СССР 84-го года Все, естественно, футболисты нашего депутата Сразу сказали, что все, кто встречался с одноклассниками Вы же понимаете, с годами их становится все меньше Снижается все меньше Сегодня, конечно, собрались ребята все, которые чувствуют себя нормально Потому что, если сказать по чемпионству, то у нас, по-моему, самый молодой из чемпионов Ему за 60 лет Можете представить, кому из старших людей, которые были Ну, это не значит, что на футбольном поле они будут бегать изо всех сил Главное, чтобы болельщики их увидели и вспомнили времена золотые И, естественно, сами ребята между собой встречались Потому что жизнь такая, особенно в сегодняшний день Не всегда есть возможность встретиться с друг с другом Особенно и с другими городами Я думаю, что это очень радостное событие И очень символично, что погода подождал снег с дождем Который по прогнозу должен быть завтра, 19 ноября А сегодня без снега, без осадки, я скажу, в Украине Поэтому я думаю, что все останутся очень довольны Будем ждать Будем ждать Друзья, сейчас я вам представлю легенду Человек, который организовал Днепр-75 Ну, что я могу сказать, что это чудодейственное мероприятие Когда собрались два чемпиона Одни в 83-м году, вторые в 82-м году Это говорит о том, что футбол Днепр-75 всегда был на первом месте И всегда он, наверное, им и останется И поэтому не зря сейчас наша команда находится там где-то в самом верхнем Кто сегодня выиграет? Ну, сегодня, вообще-то сегодня дружба побеги Дружба сегодня побеги Ну, и так, люди собрались те, которые 40 лет назад 40 и 44 там, вот это было Которые сотворили чудо Вот мы в Днепр-75 на их примере учили ребят молодых После них рождались еще и новые футболисты Был там и Рекун был потом Ну, много ребят в Днепр-75 Вошел в том, что футболисту только что-то нужно Не только это самое И все это помогало Поэтому все это было настолько солидно поставлено После того, как Макаров взялся в Днепр-75 Все стало в Днепр-75 Поэтому мне удалось поиграть и в той команде Я сыграл за Днепр-75 Четыре года сыграл за Днепр-75 И четыре года за Днепр-75 В 61-м году, когда Дедевич у нас был тренером команды У нас принял «Люжмаш» После этого мы начали по-серьезному относиться уже к футболу Спасибо А потом уже Лобановский И все это прямо как Спасибо Сегодня люди, которые, мабуть, есть золотым фондом Украины Поважные ветераны, тренеры Люди, которые, много из них находятся и сейчас в футболе Продолжают жить футболом Это их жизнь И мы рады, что Днепр-75 У нас есть таких легенд И вот такие события, когда мы имеем на виду увидеть Действительно видобных гравцов Украины Украинского футбола, нашего улюбленного клуба футбольного Днепро Это такие метелицы, которые запамятовываются Праздник! Всех стразник! Да, да Праздник! 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 Днепробетров, как вы сказали, не первый и не второе место в Россию В Европе и в Севоде знает И вот эти парни, которые впервые получили золотые награды чемпионата Российского Союза, потом был и кубок, и потом еще для чемпионства, но славу нашему городу они принесли, очень благодарны, хай вам счастье, будьте здоровы, перемоги в Украине, хай третять враги! Шановные друзья, я думаю, что перед нами наши герои, это слава украинского спорта и Днепропетровского в том числе, потому что они впервые выиграли чемпионат Российского Союза в 83-м году, потом были бронзовые награды, и в 88-м году повторили достижения, еще раз стали чемпионами. Постой, привет, родной город, привет настоящие болельщики Днепра, привет всем гостям, привет всем настоящим игрокам Днепра, которые прошли через нашу команду, которые оставили здесь сердце, здоровье. Вспомним ребят, которые уже ушли, уже достаточное количество... Олег Валерьевич, спасибо большое, ассоциация футбола. Не буду задерживать, спасибо. Спасибо вам, великую культуру футболистов Валерий Георгиевич, Олексей Чередник вручает ему медзнаку, дякую. Ну и зараз... И Николай Иванович, а вы? А на одном подносим? Повертаемося, повертаемося, у нас... Повертаемося, повертаемося, у нас... Повертаемося, по-другому, у нас... Повертаемося, по-другому, у нас... Своей стороной Наши дела мы положим за нашу свободу И покажем, что мы, братья Козарского рода Друзья, мы сегодня с вами присутствуем на легендарном матче Чемпионы 83-го против чемпионов 88-го Витек, правильно? Так точно, класс Друзья, уже 1-0 Друзья, уже 1-0 Друзья, уже 1-0 Друзья, уже 1-0 Иван Иванович, кто сегодня победит? Дружба. Нет, я к чему говорю, сегодня победил город, победили болельщики, которые пришли посмотреть. Все победили, ну легче играть молодежь, но все-таки. Малый, давай, давай, Львович, Малый, вот так. Разница есть, пять лет разница большая. Пока чувствуется 2-0. Ну хорошо, ничего, скоро будет результат. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Если не будете, просто будьте зрителями С вами, как всегда, был Виталий Пескун И канал Виталвей Стадион Трудовые Резервы Пока, друзья, до свидания